В этот раз в нашем специальном репортаже мы расскажем о человеческой жестокости и о доброте тех, кто не смог пройти мимо. История про кота Гомера без двух лап взорвала интернет. В соцсети ВКонтакте появились фото и видео животного, которого неизвестные покалечили в поселке Кварцитный. Местные жители утверждают, что это дело рук детей. Причем это не первый случай в поселке. О том, что кто-то убивает голубей и белок, информация появилась год назад. А теперь издеваются и над котами. В этой непростой истории пыталась разобраться Татьяна Калиева. Сейчас кот Гомер уже может самостоятельно садиться в вертикальное положение и у него отменный аппетит. Но еще месяц назад животное было на грани жизни и смерти. Тут уже совсем скоро швы будем снимать. Со швами тоже все хорошо. Ему не больно уже. То есть тут уже все зажило. Также и на грудной конечности тоже ему абсолютно не больно. И он хорошо все переносит. Ветеринарную клинику Петрозаводска Гомера привезли из поселка Кварцитный. Кот был в тяжелом состоянии. Из четырех лап только одна целая. На бедре большая открытая рана. За почти 10 лет практики ветеринарный врач Елена Сорокина ни разу не слышала о подобном случае. Операция одна была. Ампутировали конечность. Вторая операция была. Ампутировали еще одну конечность. И еще будет третья операция. Это пластика. Реконструктивная хирургия будет использоваться поворотный лоскут. Будет закрывать дефект на бедре. Потому что он тоже очень большой. Варвара, жительница Кварцитного, гуляла неподалеку от дома вместе с ребенком, когда услышала жалобное мяуканье. И когда к дому подошли, я говорю, мам, как там? Она говорит, Варя, там вообще ужасно. Я говорю, а что с котом? И она мне начала говорить, она только начинает мне это говорить. Я говорю, мам, не надо. Я, ну, слушай даже. Это очень тяжело было. Разговоры о компании ребят, которые издеваются над животными, в поселке ходят давно. Но до этого случая никто не воспринимал их действия всерьез. Буквально год или два назад были случаи, когда, ну, сами ребята говорили, что вот одна, как бы, да, то есть компания там, они, ну, растягивали котов, растягивали этот. Год назад говорили, что этот, они голубям голуби обрубали этот. Я все говорю по словам, потому что я не была очевидцем, да, но об этом говорили в поселке. То есть об этом, ну, как бы, в принципе, все слышали. Но никто этому особо внимания не придавал. Даже я сама не придала особо внимания, когда вот так же эти ребята, да, Они вначале палками, по-моему, и швырялись, и кидали палками. По информации, полученной от уполномоченного по правам ребенка в Карелии, работа с детьми и их родителями в Прионежском районе уже ведется. Причем, как рассказал Геннадий Сараев, дети в компании были и из благополучных семей. Для нас это сигнал, серьезный сигнал, и нужно разобраться в причинах, почему дети сегодня совершают подобные действия в отношении животных. Причина ли это в семье, да, и не является ли это ответом на жестокое обращение в отношении ребенка. Либо это какое-то, может быть, серьезное заболевание психическое, которое сегодня необходимо выявить и оказать помощь этому ребенку. В Министерство внутренних дел по Карелии уже направлено заявление о случившемся. Напомним, что с 1 января 2019 года вступил в силу закон об ответственном обращении с животными. Новый закон предусматривает меры по защите животных от жестокого обращения и обеспечению безопасности граждан при взаимодействии с ними. 27 мая в отдел МВД России по Прионежскому району поступило сообщение о том, что в поселке Кварцитный обнаружен изувеченный кот. По данному факту в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными». Проводятся мероприятия, направленные на установление виновных лиц. Анастасия была на смене, когда Гомер поступил в клинику, где она работает ассистентом врача. Сейчас кот живет у нее дома. В рабочие дни Анастасия берет его с собой, потому что Гомер нуждается в постоянном присмотре. В первый день, когда он к нам поступил, кот никаким образом не отзывался на ласку. То есть он абсолютно не мурлыкал, не ластился, смотрел довольно-таки осуждающим взглядом, прям таким тяжелым. А со временем он начал ластиться, и там уже буквально через день он уже мурлыкал. На лечении Гомера уже собрано более 30 тысяч. К нему сделаны три операции, и теперь его ждет реабилитация до полугода. Нужно разрабатывать две сохраненные лапки, протезы для Гомера не подойдут, у него была высокая ампутация конечностей. Пока длится реабилитация, Анастасия будет заботиться и заниматься с ним. Но через полгода Гомеру понадобится новая семья, где он сможет получить любовь и ласку. Татьяна Калиева, Владислав Петров, Алексей Миронов. Специально для Больших Новостей.